Выставка рисунков «Карагот» учащихся из-за студии «Гармония» Центра дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» города Минска открылась в Музее спасенной художественной ценности. Сегодня мы открываем выставку студии «Гармония» Центр дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» города Минска. Вы можете спросить, почему минская студия гостит сегодня в Бресте. Все просто. Во-первых, руководитель студии Елена Ивановна Булат – брестская уроженка. Ее мама, сестра живут в Бресте, и сама она часто здесь бывает. И, конечно же, студия, которую она создала почти 20 лет назад, в будущем году будет юбилей, и которой она руководит все эти годы, принимает активное участие в разных творческих проектах, в том числе вместе с Центром дополнительного образования уже города Бреста. И даже на одной из выставок недавних детского творчества были работы учеников этой студии. И мы, оценив их высокий уровень, и учитывая, что нам хотелось бы показать работу нашей землячки, а Елена Ивановна еще и сама художник, она тонкие акварели на этой выставке представляет, вот мы решили показать работу этой студии, ее руководителя, в достаточно уже полном объеме нашим жителям Бреста и гостям города. И выставка получилась очень интересной. Мы ее приурочили недаром к весне, к марту, потому что всем нам хочется солнца, тепла, радости, а детское творчество всегда это нам дарит. Местом проведения выставки столичных ребят выбран город над Богом. И не случайно руководитель студии Елена Булат брещанка и очень любит свою малую родину. С тех пор, как я поступила в художественное училище Глебова и перебралась в Минск, ну вот судьба у меня и переместила в этом направлении. Но дружба-то у меня сохранилась, и родные мои все остались в Бресте. Поэтому домой я приезжаю часто и поддерживаю творческие и дружеские отношения с некоторыми художниками. И так познакомилась я с Ириной Николаевной. И в прошлом году мы участвовали в совместном проекте и со студиями Бреста детскими. И, значит, привезли где-то около десятка работ. И директор музея предложила нам сделать персональную выставку в следующем году. Вот так мы оказались в Бресте. На выставке представлены порядка 40 работ воспитанников студии, выполненных в техниках живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Авторы работ учащиеся от 6 до 17 лет. В картинах юных дарований прослеживаются белорусские мотивы, архитектуры нашей страны, отсылки на известных отечественных художников. А произведения самых юных участников выставки продемонстрировали гостям необъятную детскую фантазию и оригинальные решения. Я всегда говорила Елене Ивановне, чтобы она шла преподавать в Академию, поскольку она закончила Санкт-Петербургскую Академию имени Репина. Но она выбрала такой путь. И я думаю, что он очень оправдан. Хотя, будучи великолепным самостоятельным художником, которая владеет прекрасным живописным колоритом, творческим большим потенциалом, конечно, 30 лет посвятить детям – это очень много. Я очень рада за нее, горжусь ей и желаю ей успехов. Выставка рисунков «Караход» продлится до 14 апреля, выходной день, понедельник. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Елена Лемонтович, Новости Бреста.